Все. Гонение на православную церковь в годы гражданской войны на Кубани. Священники Алексей Милиаранский и Иоанн Краснов. После февральского переворота 1917 года настало время тяжелых испытаний для страны и церкви. Вспыхнула гражданская война, охватившая всю Кубань и Северный Кавказ. В первые месяцы революционной эйфории и в центре России и на ее окраинах в сфере управления царила полная неразбериха. Этот период, как и последовавшую за ним междоусобицу, образно называют второй русской смутой 1917-1920-го годов. Опуская здесь все подробности политической ситуации этого периода, Скажем только, что за установление советской власти Кубань заплатила дорогую цену. Привести все факты террора красных на Кубани, даже ограничиваясь временными рамками 1917-1920-го годов, довольно трудно. И причина тому не только огромное их число, не все злодеяния зафиксированы документально в условиях гражданской войны. Слишком велико было тогда горе родственников казненных и поруганных, очевидцев, запуганных большевиками и боявшихся говорить. Арестовывать невинных именем советской власти мог каждый красноармеец. Они сдавались в ЧК, Ревкомы и другие советские учреждения без документов. Выяснить причину ареста, проследить место содержания и судьбу арестованных часто становилось невозможным. Обыски и реквизиции перерастали в повальный грабеж часто и общественного имущества. У казаков отнималось все, начиная от скота, строевой лошади и кончая детской рубашкой. Награбленное имущество отдавалось советским начальникам и иногородним активистам. Советская власть разрушила казачье хозяйство, подвергая их земельному переделу. Вдов, семьи казненных казаков и казаков, ушедших в горы, лишали даже клочков земли. Отметим, что массовые казни, отдельные многочисленные убийства, издевательства и грабежи мирного населения проходили не на полях сражений, а в станичных домах, лазаретах, школах и церквях. В основном до развернувшейся полным ходом на Кубани гражданской войны и после ее окончания. Весной и летом 1918 года, после восстановления против успевшей уже проявить себя на войсковой земле советской власти, станицы подвергались жестоким репрессиям, погибли тысячи казаков. Известно, что только за весной и осень 1918 года на Кубани погибло 24 тысячи человек. Исследуя красный террор гражданской войны, как трагическое явление отечественной истории, невозможно остаться равнодушным к судьбам священнослужителей, ставших жертвами ужасных кровавых кавалерийских атак на церквях, зачастую носивших стихийный характер и не имеющих никакого рационального объяснения. Кровавая война большевиков против Старого мира, начавшаяся в январе 1918 года на юге России, велась против прежней духовно-ценностной системы, главную роль в которой занимала русская церковь и религиозное вероучение. Созданная в 1919 году при Деникине особая следственная комиссия по расследованию злодеяний большевиков, проведя анализ сведений о терроре против духовенства, сообщала, ни один из этих мучеников не совершил никакого преступления, хотя бы и против них большевиков, подтверждая отсутствие каких-либо фактических мотивов в действиях советской власти. Я хочу напомнить вам сегодня имена пострадавших за Христа в годы гонений на церковь новых мучеников, кубанских священников, память которых церковь совершает 28 сентября. В августе 2000 года на юбилейном соборе был прославлен священник станицы Незамаевской Иоанн Пригоровский, пострадавший за веру в 1918 году. 26 декабря 2003 года Святейший Патриарх и Священный Синод постановили включить в соборного мучеников и исповедников имена пяти священнослужителей от Екатеринодарской епархии, священномучеников Михаила Лекторского, Иоанна Яковлева, Андрея Ковалева, Григория Троицкого и Григория Конототкина. 4 мая 1917 года решением Священного Синода соборного мучеников и исповедников Церкви Русской были включены имена священно-мучеников Александра Флегинского и Михаила Лисицына, погибших от рук большевиков в 1918 году. На заседании Священного Синода Русской Православной Церкви 4 апреля 2019 года в состав Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской было включено имя священно-мученика Григория Никольского с установлением Особого Дня Памяти 10 июля. Прославление Русской Православной Церкви в новомученике и исповеднике российской является известной частью множества безвинно пострадавших и убиенных период кровавого гонения на Церковь Христову. Наш долг – помнить и о тех, кто совершил свой подвиг в безвестности, положив душу свою за веру Христову. О твоих таких подвижниках благочестия, непрославленных пока в лике святых, будет наше сегодняшнее повествование. Священник Алексей Тимофеевич Мелиоранский родился 21 января 1871 года в семье псаломщика Тимофея Мелиоранского в селе Харина Тульской губернии и начал свое иерийское служение в Воздвиженской церкви в станице Привольной Кубанской области в 1895 году. Здесь на отца Алексея были также возложены обязанности законоучителя и заведующего Министерским училищем церковно-приходских школ в станице. За понесенные труды на педагогическом поблище ему в дальнейшем неоднократно будут выражаться благодарности от епархиального училищного совета. В 1904 году, учитывая личные качества, нравственно-принципиальную жизненную позицию отца Алексея, епархиальное начальство назначает его следователем по 4-му благочинческому округу, а в 1906 году священник Алексей Мелиоранский избран депутатом от духовенства 4-го округа на общеэпархиальные съезды. Отец Алексей был женат с супругой Александрой Николаевойной, они воспитывали троих детей – Виктора, Зою и Александра. Его старший сын Виктор учился в Московском университете, дочь Зоя – в Ставропольской женской гимназии, а младший сын Александр – в Ейской мужской гимназии. Некоторое время, в сентябре 1908 года, отец Алексей служил в Покровской церкви станицы Капанской, а в феврале 1909 года принял должность благочинного 4-го округа Ставропольской и Кубанской епархии и был направлен на штатное место священника в Свято-Троицкой церкви станицы Новощербиновской, где с 1 сентября 1909 года понес и учительские труды, преподавая закон Божий в Алексейском духовно-двухлассном министерском училище. В конце 1915 года отец Алексей был перемещен священником в Николаевскую церкви той же станицы. Отец Алексей принимал активное участие в организации помощи голодающим в 1912 году, за что был удостоен грамоты и архипастерского благословения. В годы Первой мировой войны 1914-1918 годов при Троицком приходе отец Алексей организовал Артемьевское братство, которое занималось благотворительностью и социальной деятельностью, оказывая необходимую помощь семьям, мобилизованных в армию. В 1916 году за труды в годину Первой мировой войны батюшка был удостоен благословения Священного Синода. Активная гражданская позиция и труды во благо Отечества священника Алексея Миллиаранского были отмечены и государственными наградами, серебряной медалью на Анинской ленте в 1896 году в память 51-й годовщины со дня рождения императора Александра Третьего. Как законоучитель с более чем 10-летним педагогическим стажем юбилейной серебряной медалью в 1909 году, бронзовой медалью в память 300-летия царствования дома Романовых в 1913 году. Известно, что отец Алексей Миллиаранский с 1904 года в течение нескольких лет исполнял послушание духовного следователя по 4-му благочиническому округу. В связи с этим есть все основания предположить, что он принимал участие в расследовании клеветнических наветов на священника Стефана Янкова из рядом расположенной станицы Старощербиновской, которые неизменно заканчивались оправданием оклеветанного батюшки. В июне 1914 года именно отец Алексей совершает отпевание безвременно почившего отца Стефана Янкова, чьи нетленные мощи были явлены в советское время спустя более 60 лет после погребения и вторичное в 1994 году. 21 июня 1917 года протерей Алексей Миллиаранский к этому времени законоучитель с 20-летним стажем подает прошение в комиссариат народного просвещения Кубана Черноморской Федеративной Республики о назначении его штатным законоучителем высшего начального училища станицы Новощербиновской. Сохранилось ходатайство о нем директора Новощербиновского училища на имя директора народных училищ. Священник Миллиаранский состоял несколько лет председателем попечительского Новощербиновского Алексеевского двухклассного училища, ревностно относился к своим обязанностям и благодаря его сочувствию и заботам училище обставлено прекрасно. Масса классных пособий, отличный кабинет, здание в прошлом году отремонтировано заново. По моему поручению, священник Миллиаранский сумел убедить станичный сбор отпускать ежегодно по 1800 рублей на расходы по введению иностранных языков в училище. Все это вместе дает мне право убедительнейше просить вас утвердить священника Миллиаранского в должности законоучителя вверенного мне училища с 1 августа 1917 года как труженика и родителя народного просвещения. Ходатайство директора было удовлетворено. Но шел переломный момент для России. 1917 год. Трагические события Октябрьской революции, гражданской войны не обошли стороной и отца Алексея. О некоторых фактах последних дней жизни отца Алексея Миллиаранского и обстоятельствах его гибели известно из воспоминаний священника Давида Чубова, который вместе с ним был арестован и чудом избежал смерти от рук большевиков. Уже зимой 1917-1918 годов, как свидетельствует в своей автобиографии отец Давид на Кубани, в частности в станице Новощербиновской, куда вернулся батюшка после трехлетней службы военным священником кавказской действующей армии, стало остро ощущаться тяжелое, молчаливое противление иногородних, сочувствовавших революции, но боявшихся открытой ее поддержки. И казаков, которые продолжали жить прежней жизнью, несмотря на то, что под некоторые требования советской власти приходилось подстраиваться. Так в апреле казаки переименовали свою администрацию. Атаман стал называться комиссаром, писарь – секретарем, так как ростовские и ейские революционные комитеты перестали отпускать товары, если на удостоверениях, выданных местными властями, стояла подпись атамана. Однако, целенаправленные действия по укреплению советской власти и преобразованию привычного казакам образа жизни, обложения то хлебом, то лошадьми, привело к нарастанию недовольства среди казаков. В результате к концу апреля был организован капитет по борьбе с большевиками, который начал активную деятельность, и уже на Фоминой неделе в Новощербиновской, а затем в Капанской, Десенской, Камышеватской поднялись восстания. Недовольная властью ревкомов казачество стремительно собирало ополчение. Как вспоминает отец Давид, на Фомину неделю, 29 апреля 1918 года в станице Новощербиновской трое священников отслужили молебен на благословение выступающих против большевиков казачества. Перед началом которого священник Алексей Мелиоранский сказал проповедь. После молебна отец Давид окропил выступающих на фронт святой водой. Совершение молебна проповедь батюшке и обусловив дальнейшем особую ненависть красноармейцев к священникам, духовным вдохновителям верующих на борьбу против сил, которые, по словам отца Алексея, ведут Россию к погибели. Стихийный бунт казаков, их попытка сквернуть богопорческую власть в городе Ейске, потерпели поражение. И почти сразу, после подавления восстания, в мятежных станицах начались массовые репрессии. На четвертый день после развала фронта в Новощербиновскую прибыл отряд матросов и начались следственные действия. Потому, как знаемые, видные зачинщики скрылись, аресты стали производиться среди неблагонадежных, на которых в результате и будет возложена ответственность за организацию восстания и применена высшая карательная мера. Священники Алексей Милиаранский и Давид Чубов в числе 14 человек были арестованы, но вскоре решением суда местного ревкома признаны невиновными. Несмотря на такой, казалось бы, благоприятный исход десять оправданных после горячих споров были оставлены под арестом до прибытия карательного отряда. По свидетельствам очевидцев, Красноармейский карательный отряд сразу по вступлению в станицу предпринимает средства для устрашения и подавления духа не только простых станичников, но и членов Новощербиновского ревкома. Всем жителям от мала до велика под страхом расстрела было приказано выйти навстречу карательного отряда за станицу. Над головами и без того перепуганных людей большевистская перехода дала три залпа. Затем всех поставили на колени и приказали просить прощения. Здесь же без суда и следствия был застрелен член местного ревкома ИСАУ Михаил Черный, тело которого запретили убирать до ухода карательного отряда из станицы. С прибытием карательного отряда в правление арестованным стало ясно, что их окончательно оправдательный приговор невозможен. Шли вторые сутки ареста отца Алексея, когда группа красноармейцев вошла в каземат, потрясая оружием с нецензурными ругательствами и угрозами. В семь часов послышался шум в правлении. Вспоминает в своей автобиографии отец Давид. И мы услышали «Арестованный где?» И к каземату подошла группа красных «Отпирай!» И при этом очень крутое нецерзурное выругательство. Вошли в каземат. «А, Орлы Кубани!» «Ты кто?» Ответ «Арестованный» и реплика «Будешь расстрелян!» Тогда дошла очередь до меня. То, не спрашивая, кто я большевик сказал «А, ты поп?» «Нет, отвечаю священник!» «Я тебя сейчас пристрелю!» И красный вояка вынув револьвер приложил дулок моему виску. А потом почему-то раздумал и сказал «Не хочу мараться! Завтра получишь свою порцию!» Сколько издевательств, сколько оскорблений, сколько плевков в лицо досталось каждому из нас! И сказать нельзя, но как-то к этому всему относились бесчувственно. Мы считали себя почти мертвыми, смертниками, и эти оскорбления и издевательства как бы скользили мимо нашего сознания. Шесть таких посещений в течение нескольких часов претерпели узники, пока наконец красноармейцы не угомонились. Около 12 часов ночи отца Алексея потребовали на допрос. О чем говорил батюшка с представителями безбожной власти в течение получаса достоверно неизвестно. Но имеющееся сведение позволяет утверждать, что священник Алексей Милиаранский не заискивал и не лукавил перед лицом смерти, продолжая и на допросе говорить о разрушительной для России сущности революции, чем усилил накал ярости красноармейских карателей. Спустя несколько минут после того, как священник возвратился в камеру, шестеро вооруженных большевиков во главе с красным сотенным командиром Замотой врывались в каземат. Взвызов отца Алексея Замота тут же расстрелял батюшку из революера в упор. В метрической книге Николаевской церкви Станицы-Новощербиновской за 18-й год в разделе об упокоении содержится запись о том, что священник отец Мелиоранский 7 мая 18-го года убит большевиками в числе других жертв террора, а 8 мая 18-го года над ним было совершено погребение. В период временного занятия Кубани Белой Армии Деникина 18-20-го годов была создана особая комиссия по расследованию злодеяний большевиков, материалы которые позволяют любому здравомыслящему человеку представить реальную атмосферу революционного времени. Из этих же материалов известны и ужасающие факты расправы над священнослужителями. В делах номер 5 и номер 10 читаем представителями той же большевистской власти, провозгласившие свободу совести, совершенно многочисленные и часто лишь человечные по своей жестокости насилия над целым рядом лиц духовного звания, начиная с ареста их на дому, при походе по улицам, при случайном проезде через селение, захваченной большевиками и даже в церквях при совершении богослужений. Аресты священнослужителей православных церквей производились почти везде, где появлялись и задерживались хотя бы на несколько дней красноармейские части. Аресты эти в лучшем случае кончались заключением в тюрьму, а в худшем смертью, причем и в том и в другом случае священнослужители подвергались беспримерным оскорблениям и издевательствам. Обычно предъявлялись обвинения в контрреволюционности и приверженности к кадетам и буржуям, произнесении проповедей ослуждающих советскую власть, служении на пустных молебнов, проходившим частям добровольческой армии, погребении кадетов. И это было достаточно для того, чтобы предать служителя церкви смерти жестокими мучениями. В ходе работы особой комиссии был составлен список священнослужителей, убитых большевиками в пределах Ставропольской губернии Кубанской области в первой половине восемнадцатого года. В разделе, содержащем данный список, содержится следующая информация. Священник Станицыно-Вощербиновской Алексей Миллиаранский 50 лет убит за осуждение красноармейцев в том, что они ведут Россию к погибели и заслужение молебна перед выступлением казаков-прихожан. Священник Давид Чубов, который вместе с отцом Алексеем служил этот молебен и вместе с ним был арестован, понес тяготы и издевательства плена, чудом благодаря часовому избежал смерти и в эмиграции понес не менее тяжелый крест бескровного мученичества и исповедничества. Как указывалось выше, именно из воспоминаний отца Давида известны подробности обстоятельств гибели священника Алексея Милиаранского. Во время этих же карательных экспедиций был зверски убитый священник Троицкой Церкви Станицы Должанской Ейской Епархии Отец Иоанн. О некоторых фактах жизни этого священника тоже хотелось бы рассказать. Отец Иоанн родился в селе Александрия Ставропольской губернии Новогригорьевского уезда 10 ноября 1874 года в семье псаломщика получив образование в Ставропольской духовной семинарии он был направлен на дьяконское служение Георгиевской церкви станицы Варениковской Кубанской области затем по рукоположению сан священника в 1899 году к Рождеству Богородицкой церкви станицы Ахтырской в сентябре 1904 года отец Иоанн был настоятелем Казанской церкви Ейской школы ремесленных учеников с 1910 года священником Новопокровской церкви в городе Ейске а с июля 14 года священником Троицкой церкви станицы Должанской во всех местах служения отец Иоанн занимался просветительской деятельностью состоял законоучителем церковно-приходских школах и в системе училищ Министерства народного просвещения отец Иоанн состоял в браке с Марией Васильевной Веселовой в их семье было четверо дочерей Вера Александра Елена и Серафима все дочери обучались в Ейской женской гимназии на средства отца по восстановлению по воспоминаниям дочерей отец Иоанн был дома строг и его все слушались обладая большими знаниями и опытом педагогической работы он привел своим дочерям любовь к чтению в библиотеке отца Иоанна было много книг которые дочери с интересом читали особенно любили поэзию обладая большим авторитетом священника и педагога отец Иоанн убеждал состоятельных горожан Ейска жертвовать на помощь больным и нужды церкви сохранившиеся сведения позволяют воссоздать облик священника Иоанна Краснова он отличался скромностью и добротой был неутомимым тружеником и бессеребренником несмотря на высокое положение в обществе одевался скромно носил заплатанный подрясник как любой сельский священник ходил по домам причащал больных но денег не брал а зачастую и сам помогал видя что человек беден и нуждается во время эпидемии холеры отец Иоанн несмотря на опасность посещал больных оказывал духовную помощь отпевал умерших утешал оставшихся возможно именно за свой героический труд в этот период он получил высочайшее пожалование на грудный знак Красного Креста отец Иоанн отличался живым интересом к общественной жизни читал церковную общественную периодику несомненно он знал об убийстве священномученика Владимира Богоявленского митрополита Киевского и Галицкого и других актах насилия на церкви можно предположить что он был знаком с реакцией общественно-российского поместного собора 17-18 годов на это и это убийство так же как и с посланием патриарха Тихона от 19 января 18 года в котором анафистовались разрушители и гонители церкви и все призывались стоять за веру даже до страданий и смерти патриарх знал всех звал всех за собою сам готовый первым пострадать за Христа и церковь не занимаясь активной политической деятельностью отец Иоанн выполнял свой пастырский долг во время тяжелых обстоятельств гражданской войны совершал службы молился о родной земле жизнь станицы Должанской резко изменилась в феврале 18 года когда революционным комитетом под предводительством Аксюты было свергнуто станичное атаманское правление в марте значительная часть ревкомитета организовавшись в отряд ушла в Ейск а затем в Краснодар вокруг которого шли бои с белогвардейскими частями генерала Корнилова власть станицы Должанской неоднократно переходила из рук в руки в феврале 18 года стали создаваться земельные комитеты которые изымали землю у казаков в том числе земли церковные в этом в ответ на это как уже сказано было ранее весной 18 года Кубань охватывает повстанческие движения недовольные властью ревкомов казачество собирает ополчение и поступает к захваченному большевиками Ейску из которого шли распоряжения об изъятии земли подобный отряд образовался и в станице Должанской значительная часть казачества негативно относившееся к действиям большевиков оставила традиционный уклад жизни в котором главными были православная вера труд и уважение друг к другу отправляясь в опасный поход как было принято у казаков они совершили молебную службу который возглавил священник Иоанн Краснов выступивший перед станичниками с напутственным словом Должанский отряд не успел принять участие в битве за Ейск 1 мая 18 года в котором казачьи отряды потерпели поражение но карательные операции в которых особыми жестокостями отличались матросы Красной Азовской флотилии пришли и в Должанку один из отрядов карательной экспедиции был на теплоходе плыл на теплоходе к станице Должанской со стороны Таганрукского залива выстрел с корабля был сигналом к общему сбору на который был на котором был арестован станичный атаман Дорошенко его помощник члены атаманского правления и чуть позже священник Троицкой церкви Иоанн Краснов по рассказам внучки отца Иоанна после собрания все стали расходиться и он пошел со своей женой Мария Васильевна и дочерью Александры которую он держал под руку обсуждали что все благополучно для них закончилось вдруг сзади раздался голос подбегавшего матроса Краснов Краснов его увели приказав остальным остаться семья отца Иоанна еще не знала того что прощалась с ним навсегда через некоторое время стали известны обстоятельства мученической кончины священника Иоанна Краснова всех арестованных через два часа предположительно в Таганрог сбросили еще холодное Азовское море «Испытывая сатанинскую злобу к священнику отца Иоанна заживо сожгли в топке парохода убийство было зверски жестоким моряки несколько раз бросали священника в топку головой по-видимому он опаленно выбирался из огня но моряки безжалостно закидывали его обратно обращает на себя внимание то что отец Иоанн был арестован не за политическую деятельность а заслужение молебна никаких официальных обвинений ему не предъявлялось суда на котором можно было бы выяснить обвинение и составить защиту не было даже в случае осуждения в период военных действий полагается приговор военно-полевого суда и высшая мера выражается в расстреле в данном случае произошло беззаконное убийство священника совершенное с особой жестокостью за исполнение им своего священнического долга совершения молебна во все времена вражда церкви вражда против церкви и христиан облачается в одежды политики так было и на заре христианства когда отказ принести жертву священническим языческим богам рассматривался как государственное преступление и в новейшее время когда в СССР верующие осуждались по политической 58 статье контрреволюционная деятельность несомненно и отец Иоанн и отец Алексей пострадали за свои христианские убеждения за принадлежность к церкви за свое священство в 1981 году состоялось прославление новомучеников русской зарубежной церкви за границей среди которых прославлены в лике священномучеников священник Иоанн Краснов и Алексей Милиаранский примечательно что имя отца Иоанна Краснова соседствует с первым священномучеником русской церкви отцом Иоанном Кочуровым убиенным 31 октября 1917 года отец Иоанн и отец Алексей стали одними из первых священномучеников погибших за церковь на Кубане Всего за весной и лето 1918 года в Кубанской области большевиками было убито 43 священника Примечательно что в воспоминаниях генерал-лейтенанта Хижника возглавлявшего командование красноармейцев во время казачьего бунта в Ейске 1 мая 1918 содержится сведения о гибели отца Иоанна противоречившие всем собранным ранее отмечается что из попов самое активное участие в организации восстания принимал должанский поп Краснов Хищняк сообщает что после препровождения в Ейскую тюрьму батюшка был якобы расстрелян в числе активных зачинщиков бунта однако совершенно очевидно что эти воспоминания написанные в 1950 годы к открытию партийного архива Краснодарского крайкома КПСС высокопоставленным офицерам и не могли содержать подробности зверских убийств священнослужителей казаков вероятно что в своих воспоминаниях Хижняк пытается скрыть истинное положение дел во время казачьего восстания а именно скрыть беззаконное зверское убийство священника о чем говорить в годы уже устоявшегося государственного строя и юридической системы было невозможно генерал пытается обелить себя и предать легитимность убийству священника очень ценно что он упоминает все же Азовско-Черноморскую флотилию подтверждая этим отправку в Ейск арестованных из Должанской значит арестованные были на корабле революционной Азовской флотилии а тому что они прибыли в Ейск подтверждений нет кроме того если отец Иоанн был препровожден в тюрьму а затем расстрелян то должны были быть и документы подтверждающие этот факт постановление ревкома военного суда начальника фронта вынесение приговора сведения о захоронениях однако в архивах таких документов не обнаружено к тому же единственный источник информации о расстреле отца Иоанна сам хижняк о гибели же в топке парохода отца Иоанна сообщает несколько независимых источников родственники жители станицы материалы следственного дела особой комиссии отец Иоанн Краснов как и отец Алексей Миллиаранский погибли мученической смертью в дни пасхальных торжеств когда церковь прославляет воскресшего Христа словами величания величаем тебя жизнодавче Христе нас ради воотшедшего и собою вся воскресившего когда особую значимость приобретает осмысление подвига стояния вере и познание истинной жертвенной любви еще хотел бы добавить прочитанному что среди станичников сохранилось очень много свидетельств об этой страшной кончине отца Иоанна и тех казаках которые были арестованы моряками Черноморской Азово-Черноморской флотилии известно о том что один из конвоиров когда вернулся в Должанскую у него была девушка здесь у нас в Должанской он через нее передал родственникам атамана станицы его золотые запонки и рассказал в негласной беседе в личной беседе о страшной гибели арестованных красноармейцами также еще хочу поделиться тем что когда в 1999 году я прибыл на служение в станицу Должанской когда было еще живо старшее поколение которые помнили рассказы о своих родителях об этих страшных событиях 1918 года люди практически почти в каждой семье знали о трагической гибели отца Иоанна Краснова сейчас к сожалению это поколение уже ушло в мир иной и как-то память она утрачивается и в этом есть проблема для нас прежде всего для людей церковных потому что для нас очень важно хранить память о этих людях которые пострадали за веру Христову и прежде всего о священнослужителях у нас есть список священников монахов мирян которые пострадали за веру Христову в эти годы и он лежит у меня возле жертвенника и я на каждой службе во время проскомиде поминаю о упокоении этих людей и если кому-то интересно я могу поделиться этим списком и вы тоже можете отцы поминать тех которые положили жизнь свою за то чтобы мы сегодня все вместе могли стать верующими людьми исповедовать свободно веру Христову на этом я заканчиваю благословите владыка благодарим вас отец Андрей от всех за интересный рассказ о тех страшных временах и о событиях которые проходили именно в наших краях в городе Ейске в станице Должанской в станице Новощербиновской вот я думаю что список этот вы можете отслать в канцелярию и канцелярия разошлет очень правильно будет если мы будем действительно за них молиться о покоении этих подвижников священно-мучеников ну я так понимаю не всех удается прославить за недостатком может быть тех документов которые по мнению комиссии синодальной достаточно для канонизации ну поэтому хотя бы молиться так вот как за подвижников благочестия как за пострадавших за веру Христову а они конечно имеют разновение будут за нас тоже молиться ну для нас всех надо что знать что мы живем сейчас в другие времена мы знаем что власть к нам лояльна население в общем-то тоже лояльно вот времена мирные но в эти мирные времена нужно пожить во всяком благочести и чистоте для того чтобы на самом другие времена чтобы Господь нас укрепил внесение может быть уже более тяжкого креста благодарим от всех отец Андрей спасибо Господи спасибо и матушку вашу грамотно спасибо спасибо Субтитры сделал DimaTorzok